Всем привет! С вами Антонина. Привет каналу Клан Сибирских Цветочниц. Сегодня я вам хочу рассказать про опыт выращивания вот таких вот пальм. Это финиковые пальмы. Этой пальме меньше года. Посажены косточки ее были где-то в том году, в апреле. Это 2020 год, апрель. Значит, как ее выращивали мы. Значит, плашмя кладешь семечку в землю. Ну и небольшое количество земли сверху. Любой земли, что у вас там есть. Сразу скажу, что это растение большого горшка. И если у вас оно будет долгое время торчать в маленьком горшке, оно просто будет медленно расти. У меня, как видите, оно очень большое. Вот такое, если сравнить с авокадо бывшим, то вот она примерно такая же, про которую я снимала. Вот так что это растение большого горшка. Чтобы оно вымахало вот такое меньше года, как у меня, ему обязательно нужен набран крупный объем земли. Здесь у меня земля для цитрусовых. Было у меня этой земли где-то... Сначала у меня они сидели в небольшом горшочке, потом я пересадила сразу их в этот горшочек. И земли было где-то вот столько. Потом я перевернула. Когда мне пришлось пересаживать их, я перевернула. Засыпала сюда еще земли, вот чтобы у меня при выходе было вот столько. И обратно сунула их сюда. Лучше всего этим растением подбирать горшки, как для роз. Вот длинный такой горшок, чтобы корни могли расти далеко и глубоко вниз. У них очень толстые такие корни. Они все время вниз идут. И немножко там волосистости на корнях есть, но это скорее для поглощения влаги. Сам корень, он толстый, он бывает даже из вот этих отверстий, может вылазить. Пробивать эти отверстия. Вот у меня эта пальма, видите, вот я объясню, это желтые листья. Когда у пальмы начинают желтеть листья, это значит, что у нее корни достигли дна. И ее надо пересаживать в более длинный горшок. Потому что в теплых странах земли, как правило, сухие, где пальмы растут. И у них корни всегда уходят очень глубоко вниз, чтобы идти до воды. Поэтому у этих, эти не исключения, они растут по такому же принципу. Им нужно очень большой длинный горшок. Вот. Если достигают корни дна, растение перестает расти, и вот начинают страдать листики, желтеть. Вот. Это первый признак того, что им не хватает уже питания, и им нужно пространство. Мне в апреле 2021 года придется ее пересаживать тоже. Здесь у меня пять штучек. Это обычные финики, купленные в пятерочке, съеденные и посажены. Но есть один нюанс. Сажать лучше всего такое растение весной. Потому что у меня... Я пробовала сажать осенью. Да, не пять, а четыре у меня их. Вот. Я пробовала сажать осенью. Корни давали, косточки. А само растение так и не появлялось на поверхности, так оно и погибало. Потому что, видимо, и этому растению нравится именно вот... Лучше всего оно прорастает, растет именно весной. Не знаю почему, но так оно и есть. Вот. Это хорошо выращивать тем, у кого есть дети, кому интересно, вот детям, чтобы бесплатный материал, как бы взять и семь, семь, семки и посадить и наблюдать. Но самое главное говорю, что большой объем грунта и весной. Тогда ребенок быстро увидит, если ему интересно, вот эти вот ростки. Дальше. Вредителей на ней не бывает, по крайней мере, за то время, что она у меня растет, меньше года у меня не было никого, никто ее не ел. Вот она как росла, так росла. Вот. Абсолютно неприхотлива. Даже вот сейчас в условиях сухого воздуха в квартире у нее, видите, абсолютно зеленые листья есть. То есть те растения, которые еще, видимо, не достигли, но они вот абсолютно красивые, зеленые. Хотя вот, есть чуть-чуть. Вот. Ну, вот, допустим, зеленый лист. Они не сохнут. Единственное, что могут у них подсыхать вот так чуть-чуть кончики. Ну, это не страшно. Само растение остается жить дальше. Дальше что? Еще можно сказать, подкармливать его можно обычным удобрением для зеленолистных или как это, для декоративно-лиственных растений. Вот. Оно на это нормально реагирует. Можно кормить, можно не кормить. Это уже по вашему желанию. В принципе, я подкармливаю. У меня есть для декоративных лиственных какой-то там дешевая. И оно благодарно. Плюс его можно подкармливать еще. Ну, вот, допустим, не хотите вы покупать ничего, можно и банановый кожуру, если вам так интересно, и биогумусом. То есть кому что угодно. Она, в принципе, на все реагирует хорошо. Кушать она любит. Все. Почти. Так. Ну, вот. Вот. Теперь я опровергла миф того, что пальма – медленно растущая дерева. Вы сами убедились, что она не медленно растет. Просто есть определенные нюансы, которые, соблюдая, она будет расти быстро. Вот. Это обязательно большой объем горшка. Это обязательно длинный именно горшок. Подкормки небольшие. И что еще? И много света. Пальма любит свет. У меня она вот на восточном окне растет. И вполне довольна. Что еще? Иногда надо вот эти листики протирать, потому что они покрываются какое-то время пылью. Ну, я их просто вот так руками протираю, как будто, и все. Ну, можно их просто влажной тряпочкой. На них скапливается пыль, и чтобы они не были как бы пылесборниками, их вот так вот периодически можно очищать. Вот. Что еще? А, грунт-то я уже говорила, не помню даже, честно говоря. Здесь грунт у меня для цитрусовых. И в последний раз я добавляла просто торф. Сверху, потому что... Внизу, вернее. Потому что у меня не было грунта для цитрусовых. Я добавила просто торф и перлит. Что у меня вот было в наличии, то я и добавила. Даже если на какое-то время вы уедете, ну, допустим, недели на две вам надо бы отпускать, эта пальма вполне переживет ваш отъезд. Она достаточно устойчива и к засухе, и достаточно устойчива к переливам. То есть это растение, ну, я не знаю, его, наверное, невозможно загубить, если только тут не будет у вас болота. А если в горшке есть земля и есть дренажное отверстие, то все, растение будет жить нормально, с ним ничего не случится. Оно очень неприхотливое. Вот, по крайней мере, на мой взгляд, это из моих растений самое такое вот выжившее и самое такое красивое из всех, что у меня есть. Из таких вот декоративных, в отличие от кофе, авокадо, это вообще, по-моему, самое неприхотливое растение. Вот. Ну, вот, пожалуй, и все. Надеюсь, кому-то это видео было полезным и интересным. Подписывайтесь на канал Клан Сибирских Цветочников. Всех до встречи, всем пока!